Всем здравствуйте! Меня зовут Валентин Полишко и в сегодняшнем видео мы начинаем процесс превращения простого черенка виноградного в саженец Вчера мы достали виноградную лозу из погреба и также из холодильника По левую сторону у нас находится лоза, которая была обрезана на максимальную длину по шпалере, по длине шпалеры и хранилась просто в воде пятки их стояли в воде на срезе потом покажем, какое их качество далее лоза, которая хранилась в полиэтиленовом мешке также в погребе и проводилась в месяц порядка 2-3 проверок на наличие плесени либо ее отсутствие и последние 3 пакетика это та лоза, которая хранилась в холодильнике которая будет идти как на прививку так и на саженце теперь переходим непосредственно к нарезке лозы на черенки тут нужно учитывать следующее какой должен быть длины наш черенок я мотивируюсь следующим, что пятка нашего черенка должна быть на глубине не менее чем 40 сантиметров при этом почка верхняя, то есть та почка, с которой будет образовываться наша годовалая лоза должна быть ниже уровня земли на 15 сантиметров ниже уровня земли поверхности то есть минимальная длина должна составлять 25 сантиметров либо же если это будет, допустим, длина менее чем 25 сантиметров то пятка остается на своей глубине 40 сантиметров не менее а почка верхняя, то есть будет находиться ниже уже 20-25 сантиметров от поверхности земли какой, собственно, нужно брать черенок длины его можно брать даже и 1-почковый и 2-почковый с маленьким междуузлем и 2-почковый с большим междуузлем допустим, в каких случаях берется 1-глосковые череночки это если нам достался какой-то редкий дефицитный сорт такие вот череночки желательно вверх запарафинировать сам черенок изначально кинуть на вымачивание после вымачивания их просушить и запарафинировать верхушку кстати, верхушку, если мы парафинируем то средство обязательно делать косой в отношении почки если же мы его не парафинируем то средство на черенках желательно делать косой дабы потом, если будет выделяться пасока то она стекала в противоположную сторону от почки так, насечка как производится насечка после того, как наши черенки вымочились, высушились мы насечку производим секатором секатором делаем 4 насечки на черенке после чего обрабатываем их клонекс гелем и слаживаем в пакетки пакеты для того, чтобы сам клонекс гель хорошо впитался в раны где-то приблизительно на час и потом уже их слаживаем в пельчеватор значит, по поводу корнеобразования вот, допустим, на примере двух глазкового черенка самые лучшие корни будут образовываться в районе между узлей то есть, вот в этом диапазоне и в этом диапазоне вот здесь корни по центру нашей лозы будут образовываться, но очень плохо и эффективность этих корней будет слабой и теперь, собственно, покажу вот длина лозы та, которая была срезана осенью и стояла пяткой в воде теперь будем делать из него черенки значит, изначально та часть, которая стояла в воде вот, я ее обрезаю, даже не беру на вымачивание следующий момент, в котором я вам скажу что данная лоза обрезалась от прошлогодней лозы буквально сразу то есть, первые между узлей порядка трех-четырех они малоэффективны это касается не всех сортов либо гибридных форм винограда но они малоэффективны для саженца самое лучшее саженце получается из лозы, которая взятая в середины середины и, собственно, здесь у нас получается длина приблизительно 20 сантиметров нас это устраивает срезали, отложили далее срез делаем ниже пятки приблизительно сантиметр ниже узла, ниже приблизительно сантиметр вот такой же черенок можно оставлять смело две почки потому что здесь длина порядка уже 25 сантиметров даже чуть более то есть пятку нам придется заглублять ниже чем 40 сантиметров это не критично, даже лучше для выживаемости наших саженцев но тут следует учитывать вот аспект, что не у всех плодородный слой земли так глубоко находится на наших участках плодородный слой это приблизительно 60-80 сантиметров дальше уже начинается и перемесь чернозема с глиной то есть данный черенок можно обрезать как и на две, так и на три почки нарезано необходимое количество черенков следующим моментом их нужно промаркировать для маркировки я использую малярную ленту и перманентный маркер у меня есть вот такая досочка гладенькая из оставшийся обрезок из-под шкафа и я наклеиваю на эту досочку малярную ленту далее беру нож со сменными лезвиями обрезаю наклеиваю их здесь сразу штук 20 после чего маркером пишу сорт либо гигридную форму к примеру к примеру так написал название гибридных форм обрезаю после чего берутся черенки и под верхнюю почку наносим нашу маркировку где склеивается лента возле черенка желательно загнуть в обе стороны дабы здесь прошло хорошее склеивание и наша маркировка не потерялась к примеру вот так вот и вот так вот после чего черенки идут на вымачивание а вот так вылезают черенки которые заложены на вымачивание здесь допустим бочка 60 литровая в бочку вылезают 5 ведер 10 литровых на каждое ведро добавлено было по 2 столовых ложки нода в этой бочке ведро воды соответственно столовая ложка мёда и ведро воды также со столовой ложки мёда данные черенки в данных бочках будут находиться порядка 24 часов после чего мы их достанем на просушивание и бороздавание обработка клонных с гелем и завершающий этап будет это залаживание на кельчевание в следующий раз в следующий раз в следующий раз